Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Время региональных новостей. В эфире телерадиокомпания «Анапа-регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Новые задачи и новые поручения по старым проблемам. Сергей Сергеев провел планерное совещание в новом формате. Дни здоровья продолжаются. В сельских округах проходят выездные приемы врачей узких специальностей. Каждый селянин может бесплатно пройти диагностику. Шутки ради. Анапская молодежь провела первоапрельскую акцию на театральной площади курорта. Цель – поднять настроение анапчанам. Сегодня Сергей Сергеев провел общегородское планерное совещание уже в должности главы муниципального образования город-курорт Анапа. В ходе совещания он сделал несколько серьезных замечаний подчиненным за работу в спящем режиме. Среди самых острых вопросов, вызвавших нарекания со стороны мэра, самовольное строительство и недостаточная подготовка к курортному сезону. Кроме этого, в администрации произошли кадровые изменения. Подробнее обо всем в сюжете Вадима Родина. Совещания начали с главного – того, что уже не один год волнует анапчан – с незаконного строительства. Замглавы Светланы Яровая 4 апреля проведет совещание, посвященное этому вопросу. На нем будут рассмотрены результаты проверки комиссии, которая начала свою работу по всем объектам самоволки. Нет документов, не надо начинать строиться. А для того, чтобы документы были, определенные меры и мероприятия я предпринимаю. На сегодняшний день сроки выдачи таких документов, как разрешение на вод или на строительство на вод, на строительный план, они существенно сократились. В то же время эти сроки нарушаются. В законе 10 дней. У нас пока получается задержка от 2 до 14. Да, по сравнению с полутора годами, или да, по полгодовым рассмотрениям, это... На Совбезе уже будет представлен предварительный список объектов в городе и на селе, которые в скором времени пойдут под снос. Земля в Анапе дорогая, поэтому застраивается каждая пять, не оставляя места для парковок и газонов. Требования, вновь возводимым строением, станут значительно жестче. Минимальные из них – это благоустройство прилегающей территории, парковка, освещение и пандусы. Просыпайтесь, дорогие друзья. Тот, кто будет спать, тот будет спать дома. Или у другого работодателя. Я никого не бываю. Просыпайтесь. У нас нет правил за непользование и застройки, однако мне приносят материал в районе пятой школы, где уважаемые, не уважаемые, не знают, кто такой застройщик. Разрешение на строительство двухэтажного жилого дома стоит 56% застройки. Разрешение, подписанное архитектом. Застроил 100%. 23-этажного, поставил 5 этажей. Успел это все сделать за декабрь-февраль. Он нужен один из первого присутствия. Особое внимание к земле сельхозназначения. Она должна работать и приносить доход в бюджет. А тот, в свою очередь, даст возможность для создания и выполнения внутренних муниципальных программ. Сергей Сергеев также отметил недостатки в работе управления капитального строительства после посещения находящегося на ремонте детского садика в Гостогаевской. Как можно в Гостогаевской начинать ремонтировать детский сад, не ремонтируя кровь? Вот для чего мы эту профанацию делим? Первый же дождь и весь наш ремонт. Вот специально у меня было желание, ну честно, забрать вас вчера, всех, чтобы вы посмотрели на эту кровь, спасанной части улицы Кубанской. На слуховом окне залепили шифр, взяли зеленый профнастил, сделали полосочки, чтобы глаза бросались, чтобы видно, чтобы это уродство стоит посреди станицы. У нас срок окончания работ в детской больнице как-то. Значит, срок окончания работ в марк месяц. Марк закончился. Сергей Павлович, сегодня мы будем смотреть, на какой стадии травм. Что-то за сегодня. Где у вас сначала исполняющая обязанность в Украине капитального строительства? Я вас попрошу поближе к вам быть. Все равно, хотите вы этого или не хотите, вы будете работать сегодня. Научить все службы работать вместе, единой командой, нацеленной на результат. Задача нового мэра-курорта Сергея Сергеева на ближайшую перспективу. Также сегодня на планерке озвучили кадровые изменения в администрации города. Заместитель главы Геннадий Якимов и Эдуард Редько, замначальник управления муниципального контроля, уволились по собственному желанию. Два чиновника убыло, зато в бюджете Анапы прибыло. Как доложил замглавы Михаил Баюр, за первые три месяца бюджет города вырос на 21% по сравнению с прошлым годом. Средств поступило больше на 55 миллионов рублей. И как отмечает Сергей Сергеев, это не предел. Он видит, каким образом можно и дальше пополнять городскую казну. Вадим Родин, Алексей Мухортов, Анапа-регион. Также на планерном совещании обсуждался вопрос, касающийся военного долга. По данным Анапского военного комиссариата, большая часть молодых анапчан с удовольствием идут в армию. Однако и число уклонистов по-прежнему немало. Только в одном анапском сельском округе более 40 потенциальных защитников в бегах. А между тем, в анапском военкомате сегодня состоялось заседание первой в этом году призывной комиссии, согласно подписанному в конце марта президентом России указу о начале весенней призывной кампании. Призывники города воинской славы все как на подбор. Есть и кандидаты в мастера спорта по боксу и с безупречным здоровьем. Присвоенные категории годности группы А. Сегодня уделяется огромное внимание, прежде всего, дальнейшему развитию вооруженных сил, их боевой готовности, а также приобретению новых образцов вооружения. И, естественно, повышается требование к качеству призыва. Это наших призывников. Наши анапчане всегда отличаются. Это ребята подготовленные, как правило, как физические, так и по состоянию здоровья. В этом году в ходе работы комиссии будут рассмотрены более 800 личных дел. Многие отсеются из обучения в высших и средних учебных заведениях, другие по состоянию здоровья. Некоторые успели обзавестись семьей, но всего должно быть призвано 173 человека, и план этот будет непременно выполнен. А что касается уклонистов, так это вопрос уголовной ответственности и суда совести. Думают, что если уклонился, что он мужчина настоящий. Но мужчина оценивается не по этим качествам. Уклонился он от службы. Прежде всего, если человек раньше считался, если он не служил в вооруженных силах, он ни к чему не способен. Даже девчата замуж не шли за них, если так уж откровенно. Всего за три с половиной месяца будут призваны по всей России более 150 тысяч молодых людей. И не всегда службы проходят вдали от дома. До 90% краснодарцев проходят срочную службу в частях, дислоцированных в Южном федеральном округе. Причем до 50% на Кубани. В сельских округах Анапского района продолжаются Дни здоровья. Очередной, уже девятый, прошел в селе Витязева. В третьей, общеобразовательной Витязевской школе, в этот день трудился целый десант медиков. День здоровья сельчане считают праздничным. Поэтому у входа в каждый кабинет букеты из воздушных шаров. Благодаря передвижному флюорографу, который был установлен здесь же, во дворе школы, можно было протеряно гинологическое исследование легких. Такая диагностика позволяет выявлять туберкулез на самых ранних стадиях. Дает возможность своевременно начать лечение. У кого были выявлены нарушения в работе сердца с помощью ЭКГ, имели возможность сразу же пройти консультацию кардиолога. В соседних классах проводились осмотры лороорганов, органов зрения, на выявление и лечение уже имеющихся заболеваний. В отдельной аудитории велся прием анализов, сдачи крови на холестерин и глюкозу. А этот класс на время стал педиатрическим отделением. Здесь вели прием педиатры и социальный педагог. Большую помощь в работе оказывают студенты Новороссийского медицинского колледжа. Регистрируют пациентов, провожают к различным кабинетам. Такой выездной диагностикой местные жители довольны. Лидия Ивановна Федоровых – ветеран медицины. В родном поселке она работала фельдшером-акушером. Сейчас, говорит она, оказание помощи пациентам стало очень мобильным. Раньше к больным ей приходилось ездить на лошади. У нас была лошадь, скорая помощь, ездовая. Не было никакого асфальта в поселке. И в сельском амбулатории мы обслужили песчаный, лиманный, хутор-маяк. И лошадь наша была самой главной выручалочкой. Сегодня великолепно все поставлено работа. На уровне высочайшем. Изумительно хорошо обслуживает. Мы очень-очень довольны. Следующий день здоровья пройдет в субботу в селе Гайкадзор. Реализация всего комплекса профилактических мероприятий губернаторской стратегии «Будьте здоровы» уже позволила добиться определенных положительных результатов динамики показателей здоровья населения Анапы и Краснодарского края в целом. Весеннее обострение. Под таким шуточным названием молодежь Анапы провела акцию в канун 1 апреля. Городской школьный совет, куда входят президенты всех школ нашего города и района, придумали вот такую замечательную акцию «Весеннее обострение». Решили подарить людям позитив. Конечно же, управление по делам молодежи поддержало инициативу школьников. И вот сегодня на площади мы дарим людям весеннее настроение. Ребята придумали не только название акции и сценарий, но и вот такие веселые костюмы. Клоуном даже не приходилось ничего делать. Одним своим видом они вызывали улыбку и смех. Мы вызываем весну, чтобы она к нам быстрее пришла. Мы очень хотим подарить всем каждым нам и гостям Анапы настроение весеннее. Скоро 1 апреля, мы решили к 1 апреля привезти на акцию. Мы хотим заставить Анапу смеяться. Таким образом, анапская молодежь торопит приход запоздалые в этом году весны. Ребята танцевали, веселились сами и поднимали настроение отдыхающим и анапчанам. Всем, кто в этот день находился на театральной площади. Настоящее весеннее обострение было бы такое почаще, потому что наконец-то настала теплая погода. И наконец-то в городе воцарился праздник. Большое спасибо организаторам. Доставили много удовольствия. И собаку. Далее прогноз погоды на завтрашний день и блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Во вторник, 2 апреля, в Анапе будет малооблачно, местами возможен дождь. Температура воздуха в дневные часы 13-15 градусов тепла, ночью около плюс 12. Ветер переменный 24 метра в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 8 градусов выше нуля. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300.